Но я сейчас чувствую, что мне уже недостаточно. То есть, таким образом можно понять, что материальные потребности невозможно удовлетворить. И поэтому Харидас Хакур сказал, «Хорошо, я исполни твое животное, просто подожди». Но первый день Харидас Хакур так и не закончится. И уже закончился второй день, и ситуация не изменилась, вот так и не закончится. То есть, в течение того, она слушала вибрацию святого имени Иисуса, святый Харидас Хакура. И таким образом все ее неблагоприятные материальные желания, они как будто бы стали жидкими, до этого они были крепкими, как камень. И когда вот они станут, становясь такими жидкими, чем больше они становились, она все больше начала создавать свою вину. Перед Харидас Харидас Хакуром, она понимала, что это является его оскорблением, ей необходимо как-то очиститься от этого. И тогда она отстрелилась к фотоским стопам Харидас Сакуры. Она раскрыла ему подлинную цель своего визита и признала всю ее неприглядность этой цели. И таким образом она всецело передалась фотоским стопам Харидас Сакуры. И тогда она согласилась совершить раскаяние, искупление. Но что сказал Харидас Сакуры? Потому что если ты действительно хочешь совершить раскаяние, искупление, отправляйся домой к себе. Все, что ты, так сказать, заработала своим так называемым трудом, ты должна раздать Браминам. И ты должна обрить свою голову. То есть, представляете, это была очень привыкновенная женщина, и он, когда Сакур сказал ей, ты должна обрить свою голову и вернуться ко мне. Он дал ей чёткое воспринимание, он дал ей посвящение в хижине. Он позволил ей жить в хижине и совершать служение в хижине и воспривать хилина. А сам Харидас Сакур расставил это место. Вот такой способ. Харидас Сакур является величайшим преданным Намачарием. И таким образом он продемонстрировал нам силу святого имени. Как камень нашего сердца, это наши неблагоприятные люди, как они превращаются в воду, благодаря воспеванию. Вначале мы должны прыгнуть в воду, а не так, чтобы пытаться на суше научиться плаванию и потом уже только погрузимся в воду. Это не срок ответа. И неважно, присутствует у нас полное внимание или нет. Мы должны все равно стараться воспевать и молиться. Мы должны подобно ребенку, требующему свою игрушку, просить у Господа. Подобно тому, как мать, в конце концов, наделяет свое дитя этой вопрошаемой игрушкой точно таким же образом Господа. Поэтому, если мы будем воспевать, даже если наше воспевание будет невнимательным, но регулярным воспеванием, то однажды Господь даст нам эту дорогу, чтобы мы продолжали. И сейчас уже два часа, согласно нашему воспеванию. Да, Шанхай. И где? Здесь. 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 Может быть, какие-то есть еще вопросы? Вопросы? Вы уже сказали, что в итоге, чтобы ученику добиться успеха, нужно получить милость в гуру. А как практически это происходит? Это просто ученик практикует и это милость происходит или это каком-то едином общении с гуру происходит? То есть, как практически происходит получение этих милов? Ну, ну. Мы вначале должны молиться Кришне из глубин нашего сердца. Чтобы он прислал нам своего представителя. И если мы постоянно молимся, то тогда он пошлет нам такую личность. Поэтому, прежде чем принять посвящение, 40 лет назад, мы на фалангах воспевали. Но сейчас мы позволяем воспевать на простых деревянных чокках Иисусе. И когда он вас и говорит, перед посвящением, в этот период вы должны молиться Господу об обретении представителя Господа. То есть, гуру невозможно обрести при помощи рекламы. Кришна откроет нам это в нашем сердце. Кто может быть вашим Богом? Кто может быть вашим Богом? Как вы узнаете об этом? Как вы узнаете об этом? Когда Кришна пошлет нам эту личность, «Все, что бы эта личность не делала, будет приносить нам счастье». «Все, что бы эта личность не говорила, мы будем чувствовать, что это исходит из счастлива, из писания». «Все, что бы эта личность не делала. Желание Тришны проявляется через Гуду. Вот в чём принцип, ну, этот более глубокий. Понимаете ответы? Как поднести Вашу милость? Да, следуйте наставления Парампоры. А здесь наставления Лупы Гасами Прадхупады. А Пакинонды Хакура. Я их слуга. Если Вы можете следовать их наставлениям, я буду счастлив. Понимаете? Конечно. Конечно. В частном счёте, мы должны понимать, что это милость Квишны. Несколько через Гуду. Такого правильного понимания. Это милость Квишны. Мне кажется, что всё уже до одни с самого утра. Да. Ваша мама проехала завтра? Уже навернулась? Да. Есть уже просадки? А? Едут ещё, да? Он доволен. Он доволен? Он доволен? Доволен. Доволен. То есть, это плохо, что никто не по завтраку думает? А? А? Да. Тогда давайте споем кирпу.